ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, какой будет зарезть? Постановитесь, что такое? Постарайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА да сейчас некогда все приеду спокойно посмотрю с удовольствием а сейчас просто он пока сезет он пока сези сейчас он же у нас бывшие деревни сохранили только стены клуба в деревне вся разрушена была 20 лет такой не было у нас половина грамм половина это а половина школа а но а а а а а а а а а вот я перезвоню перезвонить ну тут наметить ну так простенько все головной области головной области вот так все сами делали что монтируем там монтаж куда только священнослужителям можно заходить это зимой отопление нас от печи такой хватает отопляет воздушную она быстро нагревает быстро нагревает хорошо мы не каждый день портнули зимой и мало употребляет дрова где дрова скромненько все как положено да тихонько у нас ничего дорогого нет зарезают хорошие были нет у нас все таки сделаны в рамках вставлены в доме в конце Михаила в году 95-м только отсрался заходили у него там в подвальчике под сейфом показывал может быть где-то у нас нет но он еще служит он где-то в Петербург уехал но у него же там поддержка хорошая у него с супруга отец у меня Красноярский был большим-большим-большим не может быть не дружит а у него справитесь еще красивые будут что-нибудь кто-нибудь может еще как бог даст иконка хорошая появится чтобы намоленная хорошо да вот так все я занимаюсь своим хозяйством живут все коров все бараны за баранами надо смотреть за баранами и баранами конечно когда начинается охот зимой летом у нас пасутся на пастбище дома один кто-то общий пастух или по очереди нет по очереди мы положили договорились так что не по головам а хоть у кого 20 коров или одна корова все равно по дворам по очереди но цена договорились сколько там за корову в соседней деревне 150 рублей с коровы в месяц 150 там за вещку там 50 все ну да они ребятишки пасут они ребятишки зарабатывают не без дела ходят не болтаются не следует а лошадей держат? лошадей? нет я держал лошадей все годы было лет 15 ну а сейчас просто нет уже у меня уже и года мы сейчас стали уже так зимой лошадь нужна была для зимы а сейчас мы снегоходы купили поэтому на снегоходах а летом что на тракторах пашем или косим техникам хотя она такая но все равно поэтому здрасте валерий все все сейчас подойдет ты хорошо знаешь дорогу полевую? да не знаю я не ездил уже несколько лет а оказалось что я давно ездил настоящий знаток может быть да здесь что ну и как вы выехал только ехай 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 прямо и мы выехали по бугру и дальше куда? ну вот мы сейчас выехали ядра во объехали на право эти околки это все объезжают выше выехали лесополоса длинная лесополоса вот туда выйдем на бугор лесополоса слева остается. Так а что, а этот Кирилл не знает? Кирилл сейчас подъедет, он долго думал как. Пришел туда, нет, все время был дома, как бы потребовался, хоть ищи, не ищи. Я поеду, мне надо было к Вале сидеть. К Вале ездил, надо мне было. А Глушкова нету, он-то знает дорогу точно. А где он? Не знаю. Мы же на Благовестие-то ездили, он же шофером был в Шарчино. А Виктор был шофером? Нет, Игорь был, Игорь был. А зачем? Тут другая дорога на Шарчино. Вы вчера ездили с кем? С Игорем. С каким? С Глушковым. На Газели он был? Да. А Виктор не ездил? Нет, Виктор ездил с нами, он просто Газели вел именно Игорь. Ну что, есть кто-нибудь? Ну мы не заблудимся с вами, примерно. Нет, 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 я нам сейчас даже... Да нет, здесь, ну как, заблудись. Надо знать, где поворачиваться. Увидите, где. А у вас лужегатор нету? Я не знаю. Они сюда, если приедут, вы там долго будете? Ну это точно часа четыре. А, часа четыре, блин, я просто работаю на метре, я так бы по дороге перейду. Так, ну так давай мы сейчас Лешу отвезем, он дорогу хоть запомнит, а мы сюда тогда вернемся, вот-вот, по-быстрому. А он тогда уже поедет по этой дороге. Да-да-да-да. Мы... Нет, я запомню ее. Леша еще четыре с половиной. Там на самом деле плутать только негде. Дорога прямо, с небольшими вот такими там объездами, околочков и все. Одна дорога. И прям выезжаешь прям сразу на шарчину. Мы-то думали, что вы сейчас выезжаете. Ну поехали. Дальше он везет. Поехали, я тебя сюда, Леша, верну. Сейчас. Давайте, садитесь, сейчас я свежу. Так, за тобой ехать? За тобой сюда подъеду. Сейчас, пять минут и я приеду. Просто куртку одену. А что ты? А? Он с нами поедет, а я сюда вернусь. А что поехал-то? Сейчас я куртку одену и приеду. Куртка чего надену? Да она не нужна, Леша. Поехали. Время, скорее, бульдозер успеет. Поставь. Ну давай. А вдруг замерз. Володя, я не знаю, ты там нужен или не нужен будешь. Еще там доеду-то я. Нет. Поехали. Я тебя хорошо знаю. Знаю, да. Мы ездили по этой дороге. Батюшка говорит, как только влево повернете на бугор, расскажи ему, батюшка. Мы ездили по этой дороге. На длинную эту лесополосу-то выехали и ехайте до конца. Налево поворачивайте. Ну где в столбах? И налево, и первый поворот будет направо. Первый поворот направо. И там, когда и колочек объедете, опять налево будет на урывок. А вы правее возьмете, и она прямо туда поведет и выведет. И там влево опять, смотри, по лесополосе опять выйдете лесополоса, идет, идет и выйдете прямо на дорогу, которая идет в Шумилику. Право будет на Шумилику, а лево, ну там уже видать. Сладитесь. Сладитесь. По нему есть? Да можно и все, я здесь дорогой поговорю. Езжайте. Ты не поешь? Нет, вообще. Это Володя, скажи Иосифу, что я уехал на час. Все, выключай. Ты не поешь. какой момент? Ты. Тревний поворот. Конец зажigg nel anger, какой-то синий. Они не maximило. Запожливая вставка. вот откуда берем мы нашего бульдозериста мы доехали до шарщины за какие-то скотные дворы видимо и вот он как все здесь разгружал убирал еще еще неизвестно как мы с нами поехал алексей устинов сидят люди это наша машина как раз стоит валерий с алексеем а там алеша устина это рядом с бором бор шарщинский вот монокарповку ходили сюда 35 километров я учился здесь в пятом седьмом классе 5 класс не полностью вот они сейчас смотрят штука по тракториста алексей бульдозер из они были потерявки сейчас все осмотрели ага начальник алексей это дальше ушел сам он от алексей сина время сколько наверно часов 5 четыре часа пять минут пятого это вот шарщина как раз 10 километров мы шли бором тут однажды мы замерзали если бы не брат самуил я бы тут и не вернулся однажды кулунда здесь речка течет ее развело и мы не могли пройти и кто-то из местных пошел достал лошадь на лошади проехал и мы на лошади дальше поехали переехали вот такой этот бульдозер 420 если так он у нас будет машина серьезная похоже оправдали себе вот его какой и нож вы лишь эта машина на которой мы приехали вопрос может сейчас минут с той стороны зайду размер примерно 3 метра вот так он выглядит я поднимусь повыше у нас солнце не особенно это видно ну вот все это их машина а 430 понедельник с сентября 2015 года он потеряет то есть шарщину по прямой 20 километров будет больше Когда он пригоден, за каждый час так заработал по полторы тысячи рублей на сегодняшний день Да благословит его Господь Субтитры сделал DimaTorzok